Мы можем быть второй раз сегодня в Доме молитвы, чтобы слушать Господне Слово, чтобы Ему поклоняться. И перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы читать три стиха из 12 главы послания апостола Павла к евреям. Итак, 12 глава, начинаем читать с первого стиха послания к евреям. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое на собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Когда мы, дорогие братья и сестры, читаем особенно Новый Завет, послание апостола Павла, мы там находим то, что апостол Павел очень часто использует такие примеры из повседневной жизни для того, чтобы нам донести, объяснить определенные духовные истины. Например, если мы вспомним послание апостола Павла к Ефесянам, где он призывает нас бороться против духов злобы поднебесных, он использует образ римского солдата, и он как бы, смотря на него, в буквальном смысле этого слова, вот пишет, во что должен одеться христианин для того, чтобы с успехом отражать козни дьявольские. Или же он часто использует в своих посланиях спортивную терминологию или спортивные примеры, например, из жизни спортсмена-атлета, и, как он говорит в послании к Коринфянам в первой главе, в девятой главе, в двадцать шестом стихе, поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух. Вот это из спортивной тематики. Сейчас мы прочитали вот о том, что апостол Павел говорит нам, что нам, именно христианам, нужно проходить определенное поприще. И есть много значений этого слова, но я считаю, что более правильным вот в нашем контексте понимать это слово как определенная дистанция, которую должен или которую проходит спортсмен на каких-то соревнованиях. Может быть, на каком-то стадионе, может быть, какой-то марафонский забег или что-то в этом духе. И мы понимаем, вот если уже обращаться к этой теме, что для того, чтобы спортсмен достиг определенного результата, для того, чтобы он прошел с успехом определенную дистанцию, он должен не один день и даже не один год готовиться к этому. Он ограничивает свое меню, он ограничивает или приводит в порядок распорядок своего дня, он контролирует какие-то вредные или неполезные привычки, и можно очень много перечислять для того, что делает в своей жизни спортсмен. И более того, ежедневные многочасовые изнурительные тренировки. И только после всех этих, так сказать, ограничений и тренировок он выходит на дистанцию или проходит ее, или, может быть, несмотря на какие-то ограничения, старания, он может быть дисквалифицирован от участия в этих соревнованиях. Или, может быть, единицы, конечно, становятся победителями и с честью проходит этот путь. И вот к чему я все это говорю, к чему, вот, быть может, я провожу эту аналогию, эту параллель. Дело в том, что апостол Павел, вот, когда пишет эти слова, он говорит к нам, что нам, каждому христианину, если мы на самом деле христиане, нужно пройти свое христианское поприще. И если мы на самом деле христиане, то оно у нас, естественно, есть. Это наша христианская жизнь. И в нашей христианской жизни есть определенная цель, есть определенные задачи. И мы в своей христианской жизни, естественно, как и любой человек, который имеет цели, обязательно должен что-то отвергнуть, в чем-то себя ограничить, что-то убрать, что-то, может быть, добавить. Апостол Павел говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Одиннадцатая глава послания апостола Павла к евреям, она посвящена героям веры. Тем, другими словами, одиннадцатая глава посвящена тем людям, тем верующим, которые были в истории, которые уже прошли свое поприще, те, которые уже достигли поставленную цель. И поэтому апостол Павел говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Другими словами, первое, что говорит апостол Павел, дорогие братья и сестры, дорогие христиане, вы не одни, которые, может быть, стали на этот христианский путь. До вас было много верующих людей, которые уже прошли это поприще. И мы, дорогие братья и сестры, вот на странице Библии находим очень много таких свидетельств, тех людей, которые шли путем веры, шли путем исполнения Божьего слова, и они достигли в своей жизни результата, или же положительного, скажем так, или же отрицательного. Более того, мы в истории христианства, в истории церкви, были уже много поколений верующих людей, которые именно прошли вот свое поприще. И мы также можем взирать на них, мы можем обращать внимание на них, мы можем брать пример с них, мы можем брать пример с них как положительный, и мы можем учиться на их ошибках, на их, может быть, падениях, на их каких-то отрицательных сторонах. И поэтому апостол Павел говорит нам посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, и он призывает нас, что мы должны свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех. Знаете, очень тяжело представить атлета, спортсмена с определенным бременем за своими плечами. Или, может быть, с какими-то другими грузами, которые мешают человеку быстро и легко передвигаться. Точно так же и в нашей христианской жизни. У нас, или же у многих из нас, я думаю, что есть что-то, что мешает нам двигаться. Это может быть наше прошлое, когда мы не в состоянии простить себе какие-то грехи, какие-то проступки, хотя мы считаем, что Господь прощает и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но, тем не менее, очень часто бывает, когда прошлая жизнь, прошлые грехи, прошлые проступки, соделанные некогда, они мешают христианину, они мешают человеку двигаться вперед. И человек все время не может простить себе. И более того, я сказал бы, что дьявол, он всегда способен в сознании человека или в каких-то других обстоятельствах напомнить о прошлой жизни, напомнить о прошлых делах и о прошлых грехах. И человек изо дня в день барахтается, бьется, и он вот не может перешагнуть через такого рода проблемы. Очень часто человек в своей жизни, будучи христианином, будучи верующим человеком, искренне верующим человеком, не может расстаться с какими-то грешками, так скажем, с какими-то слабостями, с каким-то, может быть, раздражением или еще что-то в этом духе, в этом роде. И человек также барахтается на протяжении вот долгих лет своей жизни. Он то кается, то снова возвращается к этим грехам, то снова кается. И так проходит долгое-долгое время. И можно, конечно, много приводить примеров из нашей повседневной жизни, но я думаю, что мы все прекрасно понимаем, о чем говорит нам апостол Павел, о чем говорит нам Святое Писание. И вот на этом, на нашем христианском пути, вот без преодоления, без того, чтобы, может быть, без борьбы, без того, чтобы в чем-то себя ограничить, без того, чтобы как-то смирять и порабощать плоть свою, как говорит апостол Павел, не может быть духовного развития, не может быть духовного роста. И дальше апостол Павел, говоря вот о нашем поприще, которое мы проходим, призывает нас к тому, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры Иисуса, который, как мы сегодня вспоминали, да и еще вспоминаем, место, предлежавшее ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесною престола Божия. Господь наш Иисус Христос является великим примером для нас, для нашей духовной жизни. Во-первых, Он является начальником и совершителем веры. Все, всякая вера, всякое упование, оно исходит от Господа нашего. Всякие духовные силы, всякие духовные желания, они исходят от Господа Бога нашего. И когда мы обращаемся к Нему глазами нашей веры, когда мы смотрим на Его жизнь, на Его путь, мы можем брать для себя определенные уроки. И более того, Господь через, вот, когда мы обращаемся к Нему, Он дарует нам силы, и Он вдохновляет нас на то, чтобы претерпеть, для того, чтобы, может быть, где-то промолчать, для того, чтобы, может быть, где-то лучше остаться обиженным, нежели требовать некую справедливость и некую расплату. И точно так, как Господь Иисус, Он претерпел крест, Он претерпел страшные муки, страшные страдания, но потом Он воссел одесную престола Божия. Он прошел свое поприще, Он прошел свой путь, и после того, как Он прошел, Его ожидала победа, Его ожидала Божья слава и великая, если так можно выразиться, награда. Точно так же и в нашей жизни. Если мы пройдем свой путь, если мы претерпим, если мы устоим до конца, то нас ожидает великая награда, великая радость, великая слава в присутствии Божьем. И апостол Павел вот нас призывает на нашем христианском пути помыслить о претерпевшем над собой поругании от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Мы, дорогие друзья, братья и сестры, не терпим так, как терпел Господь Иисус Христос. Мы с вами не гоним и так, как гоним Он был. Мы не терпим те страдания и те муки, которые претерпел Он. И поэтому, смотря на Него, мы можем вдохновляться Им. Мы можем черпать силы от Него и проходить свое поприще. И поможет нам в этом Господь, дорогие братья и сестры, и благословит всех нас. И давайте склонимся перед Ним и будем к Нему обращаться. Аминь. Аминь.